К нашему эфиру присоединяется Иван Григорьевич Варченко, эксперт по вопросам национальной безопасности. Иван Григорьевич, мы рады вас приветствовать в нашем эфире. Добрый вечер, слава Украине! Героям слава! Итак, знаете, начать хотелось бы с того, что действительно есть ощущение, что в России несколько отчаялись, потому что ведь мы можем говорить даже о качестве боеприпасов, которые может предоставить Северная Корея, ведь едва ли они на самом деле могут соперничать с боеприпасами, которые Украине поставляют партнеры, да или даже с теми боеприпасами, которые некогда сама Россия могла производить? Ну, знаете, по качеству я не стал бы недооценивать качество этих боеприпасов. Тоталитарная экономика способна обеспечить хорошее качество своего военно-промышленного комплекса. Ну, так оно случается, потому что некачественный продукт и изготовление некачественного продукта может для его изготовителя нести суровое наказание. Мы понимаем, что практика Северной Кореи – это суровое наказание чаще применяет в виде высшей меры, да, то есть расстрела. И, конечно же, любой саботаж карается очень и очень жестоко. Поэтому здесь о качестве я бы не говорил. Говорил бы о количестве, о возможности существенно повлиять на расклад сил и возможности помочь России каким-то образом возобновить те утраты, которые она сейчас несет в украинских фронтах. Ну, напомню, что еще два года назад Россия говорила, что у нее вооружение и боеприпасов еще с советских времен и то, что сделала российская экономика уже в период независимости, достаточно на несколько десятилетий интенсивной войны. Как видим, украинская, российская война суперинтенсивная, потому что уже через полгода этой войны они стали сначала не сильно, а с каждым днем все сильнее ощущать недостаток боеприпасов то ли на отдельных участках фронта, то ли в целом по фронту. Поэтому, конечно же, они искали варианты, как возобновить это вооружение. Как видим, сейчас они нашли Северную Корею, но Северная Корея небогатая страна и очень небогатая страна, время от времени переживающая экономические кризисы вплоть до серьезных голодовок населения, приводящих иногда к смерти тысяч граждан корейских. Поэтому, конечно же, мы понимаем, что вряд ли, имея свои угрозы в виде Южной Кореи, и имея свои мифы о том, какие именно угрозы несет Южная Корея, вряд ли они большую часть своего вооружения способны будут потратить даже на таких друзей, как Россия. Ну и что говорить о корейской экономике и о российской экономике, вот сейчас даже вместе, даже присоединив туда Иран и даже присоединив туда Беларусь и еще несколько таких же тоталитарных заповедников Кубу, Никарагуа, Мали, что там еще голосуют вместе с ними в унисон, в Организации Объединенных Наций, то это будет похоже на то, как несколько, возможно, десяток нищих решили создать акционерное общество или создать банк. Ну вот это приблизительно так эти потуги выглядят на фоне мировой экономики. 0,8% мирового ВВП, которые сейчас вместе составляют все вассалы России, которые сказали, что они вместе с Россией, они хотят помочь, плюс 1,8%, 1,7% ВВП мирового в самой России, то мы понимаем, конечно, сейчас, то эти два с небольшим хвостиком процента вряд ли смогут серьезно противостоять более чем 60% мирового ВВП, которые принадлежат цивилизованному миру. Понятно, что это лишь дополнительный показатель, но он, конечно, важный для того, чтобы учитывать потенциалы прежде всего. Поэтому, конечно же, я не переоцениваю роль Северной Кореи в помощи России. Это скорее символические потуги для того, чтобы можно было сказать своему электорату, что вот видите, мы не одни, вот с нами Северная Корея, с нами Иран, и с нами Лукашенко под боком. — Да, я купил журнал «Корея», там тоже хорошо, как пел Егор Летов. Как-то удивительное возвращение к этой дружбе, неожиданно, честно говоря. Не ожидал я, что туда они будут ездить за помощью. А это, может быть, все советское там осталось? Ведь в том числе, когда мы говорим о Корее, надо понимать, что у этой страны есть общая граница с Российской Федерацией, чуть меньше 40 километров, что дает им возможность, в принципе, беспрепятственно друг другу пересылать подарки военные. — Конечно. — Так, первый вопрос — это не остатки ли это советской роскоши? И второе — Корея много лет, Северная Корея, важно, много лет была главным шантажистом, ракетным шантажистом. Помните все эти их запуски баллистических ракет, ядерная программа? Теперь это пальма первенства окончательно перешла к Путину, но это не так уж безопасно, у Кореи есть очень серьезное оружие. Может ли она им делиться с Россией, целесообразно ли это? — Нет, количество, конечно, баллистических ракет и ракет с ядерными боеголовками у России не соизмеримо больше, чем у Северной Кореи, поэтому такой потребности у России нет. Ей нужно решать тактические вопросы на украинско-российской линии фронта. Поэтому эти тактические вопросы можно решить с помощью, опять же, конвенциального оружия и боеприпасов, конвенционного. Поэтому, конечно же, они говорят сейчас о боеприпасах 122-го, 125-го калибра, 152-го калибра, на которые, согласен, они еще с Корейской войны 51-53 года активно подсадили Северную Корею, потому что северокорейский военно-промышленный комплекс развивался по лекалам. И даже я не готов сейчас сказать, но по моему пониманию, скорее всего, станки стоят еще с тех времен, ну и с советских времен, конечно, те, которые делают эти снаряды, мины и все остальное. Поэтому здесь, скорее всего, будет идти речь о российских заказах для того, чтобы промышленность севернокорейская отрабатывала какую-то часть этих боеприпасов. Не более. То, что касается остатков от советского времени, ну так, какую-то часть вполне возможно, что реэкспортируют, опять же, северокорейцы в Россию. Но что они от этого выторгуют, это будет, я думаю, значительно больше, поскольку Ким Чен Ын может торговаться с Россией. И понимая, что бедная Корея, богатая Россия ресурсами, я думаю, это будет в десятки раз выгоднее, знаете, сделка для северокорейцев, чем для россиян. Россияне в очередной раз заплатят своим будущим ради удовлетворения прихоти своего диктатора. Вот вы говорите, что вопрос все-таки в количестве, который может поставить Северная Корея. И здесь мы понимаем, что Северная Корея, вероятно, рассчитывает получить, ну, едва ли не жизненно важную и необходимую прибыль, экономическую в том числе. Не факт, что речь идет конкретно о финансах, может речь идти и о топливе, там, как уже, конечно, договорятся. И здесь можем предположить, что цены на эти выприпасы, которые может поставлять Северная Корея, будут все-таки завышены. Как считаете? Вполне, абсолютно. Об этом мы и говорим, что северокорейцы не имеют особых сентиментов, никому им нужно как-то выживать. У них есть своя часть войны, у них своя часть своих мифов. Они супергосударства. И как супергосударства, конечно же, они могут торговаться. У них нет каких-то, как это сказать, запобежников, да, которые не позволили Ким Чен Ину говорить не то, что на равных, а даже свысока говорить, например, с Путиным. Тем более, ну, что в данном случае здесь еще есть один психологический момент. Путин с поклоном приходит к северокорейскому диктатору. То есть то, чего боялся весь мир, Россия, большая в лице Путина, приходит к тому, что весь мир вроде бы как снисходительно, с иронией воспринимал. То есть к Северной Корее, где там неадекватное поведение, диктаторский тоталитарный режим, сам диктатор, позволяющий себе абсолютно в современном 21 веке непозволительные вещи, комплекс государства, которое не находится под каким-то непосредственной угрозой, но в то же время готово угрожать всему миру, такой маленький злобный карлик. Ну, то есть, а сейчас все перевернулось. Сейчас большая страшная Россия приходит на поклон к маленькой Корее для того, чтобы получить помощь в войне против всего мира, против НАТО. Я представляю, что сейчас творится в северокорейских средствах массовой информации, и вот этот маленький чучхэ, насколько он становится еще большим и величественным в глазах бедных, но гордых корейцев. Мы, Иван, так часто слышим, да, от политологов такое определение, как новые страны оси, вот эта ось, ось зла, которая присоединяется Россия, Иран, теперь мы видим, как эта ось прирастает Кореей, маленький клоп, да, как помните, русская поговорка, да, вонючий, в общем, все что угодно можно ждать от этого маленького режима. Кто дальше к этой оси присоединится? Кто дальше нанизан будет на эту ось? Кто-то в Латинской Америке, в Африке, как вы думаете? Кто следующий злодей? Ну, я уже вспоминал, да, диктаторские режимы, то есть тоталитарные или те, которые вот посттоталитарные, но еще тяжиют украинским, да, стремятся к диктатуре, потому что так проще. Это Никарагуа, это в Латинской Америке Куба, это Мали в Африке, это сейчас вот Нигерия, например, да, там, где мы видим, что происходит, опять же, путь очередной военный, и поэтому военный переворот. Но, в принципе, я не сторонник того, что я не буду говорить о том, что сейчас спешат вместе с Россией на какие-то договоры, страны, опять же, даже диктаторского типа. Они скорее присматриваются, и они были бы вместе с Россией, стройными рядами шли бы сзади, если бы Россия имела хотя бы какие-то шансы на победу. Но здесь, конечно же, они понимают, что тонуть вместе с этим «Титаником» и прыгать на этот «Титаник» им не очень хочется. Поэтому, понимая, что чем больше диктаторов в мире, тем им легче будет жить, вместе с тем они не спешат присоединяться к России, которая явно заигралась, и которая явно сейчас не имеет ни одного шанса выиграть в этой войне. Поэтому какие-то сентименты они питают, какие-то символические шаги навстречу они будут делать, но, я думаю, не более. Они и в очереди государства не стоят для того, чтобы поддержать Россию. Скорее будут дистанцироваться от России, говорить где-то о своих собственных интересах, где-то о несправедливости в сторону России со стороны мирового капитализма, но вместе с тем поддержать Россию не только делом, а даже словом не будут спешить. Иван Григорьевич, благодарим вас за то, что вы присоединились к обсуждению этой темы. Напомню зрителям, что на связи с нами был Иван Григорьевич Варченко, эксперт по вопросам национальной безопасности. Субтитры создавал DimaTorzok